Дневной разворот 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 От коммунистов России замыкает, собственно, этот список из 36 депутатов Николай Барсуков. Это все. Всех перечислили. Всех поименно, никого не забыли. Да, ну и теперь представляем наших гостей. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы 6-го созыва. Здравствуйте. И Алексей Вотинцев. Добрый день. Добрый день. Соответственно, фракция «Справедливая Россия» и фракция КПРФ. У нас сегодня такой депутатский день на нашей радиостанции. Николай Барсуков, новичок Кировской городу, будет у нас в особом мнении сегодня в 13. Ну, а после 12 часов мы ожидаем в нашей студии представителей «Единой России» Романа Зеблых и представителей ЛДПР Дениса Ерохина. Замечательно. И все для того, чтобы пообщаться с народом, в том числе, выяснить ваши планы работы в Гордуме и так далее. Ну, давайте начнем все-таки со вчерашнего дня. Там интересно, много было интересных моментов. Елена Ковалева стала главой города, победив в голосовании депутатском с результатом 27 голосов. Еще победив конкретно нашего гостя. Еще один претендент, как раз Владимир Вениаминович. Вы набрали 8 голосов. Ну, уважаемые коллеги, вы знаете, мы же находились в неравных условиях, когда за тобой стоит партия «Власть единая Россия». Попробуйте победить. А кто-то ведь голосовал из партии власти, получается. Нет, мы четко знаем. Поголосовали 6 человек, это справедливая Россия фракция, и 2 голоса отдали КПРФ. То есть, так как и оппозиция ЛДПР, они сказали, что мы, извините, но вот это к вопросу, насколько ЛДПР партия оппозиционная. Они четко сказали, а мы вот с Еленой Васильевной договорились. Простите, Алексей, вы голосовали за Владимира Вениаминовича? Да, то есть, это как бы было к вопросу, тот, кто голосовал за ЛДПР, вот всегда ли вы понимаете, насколько это оппозиционная партия? Или это партия, которая пытается там, люди, которые пытаются подстраивать какие-то свои интересы? Ну, Владимир, даже если бы они проголосовали за вас, все равно большинство 23 голоса было бы за... А вот давайте, знаете, как мы долго обсуждали вопросу и с Володей неоднократно, и с Светланой Занько, такую тему. Вернемся к прямым выборам главы города. С удовольствием. Давайте проведем такой опрос. Если бы были прямые выборы, не депутаты бы выбирали фракционно, где большинство подавляющее в Единой России, а, например, выбирали бы жителей города, кого бы выбрали? Елену Ковалеву или Журу Льва Владимира? Ну, ради интереса. Посмотрим настроение людей. Мы можем только это в форме опросов сделать, к сожалению. Выборы мы объявить неправомощны. А что, кстати, для таких выборов-то изменение в уставе города нужно? Да, нужно изменение в уставе города. Это, в принципе, все в силе. Но это же закон. Совершенно нормально. Город может принять решение. Да, федеральный закон позволяет два варианта. Первый — это выборы из числа депутатов. И второй — прямые выборы. И самое главное, для этого необходимо еще совместить должность. Мэр, город должен быть главой администрации. Глава администрации, мэр — это вот... Тогда-то вы единый такой человек. Да, да, на самом деле тогда был бы мэр. Сейчас у нас глава города — это депутат. С такими размытыми полномочиями. Просто депутат, да? Да. И глава администрации, которая, опять же, не глава города. Да. Вот. Самое главное, все вроде бы ответственность несет глава администрации, а формально во главе — глава города. Ну вот есть коллизия определенная, юридическая. Ну и слово «мэр», наверное, тоже не слишком сейчас... Ну слово «мэр» у нас здесь не очень корректное. Да, оно английское, да, правильно? Глава города. Да. Голова как. Я просто хочу напомнить, что мы сейчас про опросы загорели. У нас есть опрос на сайте, очень интересный опрос. И на нашей странице ВКонтакте. Да, мне кажется, очень такой, ну как Владимир сказал, больше такой рассчитанный на эмоциональную оценку. Вот такая первая эмоциональная реакция. Женщина во главе города Кирова, ну такого еще не было, да? Это превосходно, это хорошо, это ничего особенного. Ничего особенного, имея в виду, ну что мужчина, что женщина, ну что... Или это плохо, или ой-ой-ой, не знаю, не знаю, подождать. Ой-ой-ой, не знаю, посмотреть, подождать. Подождать. На странице ВКонтакте, на первом... Там, насколько я понял, очень много людей активно. Да, почти 600 человек проголосовало на странице ВКонтакте. Лидирует варианты ответа «Ничего особенного». То есть ничего такого не видят в этом. Ну, с другой стороны, правильно, хорошо, настроение в обществе. А на втором месте 32%, чуть-чуть поменьше. Ой, не знаю, не знаю, надо посмотреть, что там дальше-то будет. На сайтах kirova.ru распределились голоса следующим образом. Лидирует варианты ответа. Сейчас зайду, посмотрю. На первом месте ничего особенного, считают. Ну, в принципе, подход правильный, да? Слушайте, не пользуется. Ну, может, без разницы, какой половой принадлежности человек. Главное, чтобы работал хорошо, так? Я с этим согласен. Но смотрите, какая тенденция. Вот как раз то, что мы спрогнозировали, как раз вот редакция «Эхо Москвы» тогда, Светлана Занякова, по-моему, не знаю, Володя была или Аня. Анна Лапшина. Да, и Анна Лапшина. Вот мы разговаривали. Я говорю, вот они говорят, а вот вы, Владимир, критикуете там Быкова, Владыкина. А в чем лучше? Я говорю, а неплохо было бы, почему неплохо было бы женщина? Как, например, смотрите, какая тенденция в мире, в европейских странах. В Англии Тереза Мэй, в Германии Ангела Меркель, уже четвертый срок, 16 лет. Кстати, вот интересно, Путина критикуют, ее никто, все помалкивают. Затем в Америке чуть Клинтон не стал, ну я просто так. Во Франции, например, Сегален Рояль баллотировалась, тогда проиграла немножко. И сейчас, кстати, вы в курсе, что мэр Парижа – женщина, мэр Рима – женщина. В общем, в Бразилии была женщина. Владимир, вы далеко-то пошли. В настоящее время в Российской Федерации тремя субъектами руководят женщины. Это Мурманская область, это Хантамансийский автономный округ Югра и, по-моему, Владимирская область. Ну и замечательно. Ну плюс главы еще городов. Давайте помечтаем, что у нас у губернатора будет женщина. На меня, честно говоря, и на моих коллег в свое время, по-моему, пару лет назад произвела большое впечатление уже бывший глава Петрозаводска Галина Ширшина. Удивительная женщина. Вы знаете, женщины честнее, они связаны. Видно, это, знаете, с природными вещами. Женщина родила детей. Она понимает правду жизни, понимает вот эту грань тонкую. И она честнее относится. Я как руководитель большого холдинга, у нас один из производств разных, 1700, я везде стараюсь ставить на руководящие должности женщин, где нет там, например, связанной работы с командировками, с длительными, с тяжелым физическим трудом. Все, то есть это, они конкретнее, они трудолюбивее, они там, как мы мужчины, не склонны к различным депрессиям и так далее. Ну, мужчины вообще имеют много разных склонностей, но я хотел бы напомнить одну из самых великих женщин, которая от памяти осталась, там, это я имею в виду Маргарет Тэтчер, да? Которую вчера Ильина Васильевна привела, как пример одной из своих, для образцов своих жизненных, да, то есть как бы... Ну, Тереза Мэй тоже, вот я вижу, она мне нравится чисто внешне. Ну, чисто внешне. Ну, тут, нет, я имею в виду не внешне, а вот по ее поведению, знаете, вот чувствуется, что она настроена на работу, она тотально, вот говоря там, вопросом психологии, она тотально, она в этой работе, она живет. Я-то имел в виду именно такое свойство, как жесткость, бескомпромиссность принятия решений, решительность, вот тут, конечно, Тэтчер показала всем примерам, по-моему, мужчинам в том числе. Вы знаете, на самом деле, мне кажется, она может быть и решительна, но они дольше взвешивают, тоньше подходят к решению вопросов, как вот материнство, как вот мать, она... То есть, надо полагать, если бы Владимир Вениаминович стал главой города, то Ильина Васильевна наверняка была бы его заместителем, да? Вы знаете, нет, на самом деле, ну, я бы не хотел, вы знаете... Нет, ну, не единственное, конечно, представительство... Самое главное, вот, самое главное правильное поведение в политике, не быть амбициозным, то есть, иметься в виду амбиции иметь, но, прежде всего, иметь желание работать, а не амбиции. Ну, я знал изначально, что, скорее всего, Елена Васильевна победит, потому что ее фигура была, мы же знаем, даже согласована администрация президента. К счастью, или это, или правильно, или просто вот нынешнее такое время, но у нас политика вся строится из Москвы. Почему в Татарстане немножко по-другому, там, в Башкортостане, ну, мы, наверное, хотя в Перми тоже с москвича поставили, слышали, губернатором, да? Вот нам немножко нужно сделать так политику, заверить, чтобы у нас появился не один, может, два, три, четыре, как бы, человека, которым предъявали на должность главы города, губернатора и так далее. Кстати, вы в курсе, что сегодня очень такой важный день? Конечно, да, мы наблюдали перед эфиром очень внимательно с тем, что происходит. Кстати, формируется правительство. Я, например, положительно оцениваю, что там два, я знаю, зама уйдет, которые и не местные, да, не местные. Там анонсирован уход Мищенко и Куземской. Бекетов, по-моему, не попал. Бекетов как бы отсутствует пока. Бекетов, нет, он, понятно, но он сделал свою работу, он изначально шел на какое-то время, помогал Игорю Владимировичу, видно, что он ему такой, ну, вот, всегда же в паре проще работать. Он ему необходим для этой работы, вот, тем более чужой регион. Но собирается поставить фактически замом Александра Чурина, это завод-сельмаш местного нашего. Человек давно как бы с ним общались. На должность первого заместителя, да? Я думаю, что будет проектировка сделана, знаете, какая? То есть вот губернатор уйдет как президент над схваткой, а введут должность председателя правительства. Председатель правительства, исполнительная власть и будет представитель УЗС. То есть это такое равновесие, и губернатор как бы третья сила, которым, вы знаете, вот он не на той, не на той стороне, а он пытается взвешиваться. Ну, это так же, как, собственно, у нас устроено. Как федерации, да. Президент есть, президент есть, президент правительства. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Я к Алексею Владимировичу хочу обратиться. Вы не ждите, когда Владимир Венивинович вам даст слово. Он ведь не достаточно опытный. Он здесь, да, вы вклиниваетесь. Я не привык, когда как-то перебивать собеседник. Ничего-ничего перебивать. Ему надо перебивать. Давайте сейчас небольшую паузу, скоро продолжим. Кировская городская дума 6-го созыва приступила к работе. Это наша тема. У нас в студии Владимир Журавлев и Алексей Вотинцев, депутаты непосредственно Гордумы. У нас еще планировался визит Александра Вострикова, который стал заместителем председателя городского парламента от «Справедливой России», но в силу каких-то причин он сегодня не смог. Это правда, что накануне, вот это вчерашнее заседание, оно было специально переносено на 2 часа позже из-за визита губернатора Алексея Владимировича? Да, да. Правильно? Да. А сам факт участия главы региона в первом заседании, он что значит? Ну, я думаю, что губернатор показал, он избрался губернатором, до этого он не вмешивался в политику. Он четко начал свое вмешиваться в работу города. Я думаю, последует за этим, знаете, какая ситуация? Вот он главу города согласовал. Следующий шаг будет новый, у нас появится новый глава администрации. Согласованы фигуры также на уровне Москвы, это Илья Шульгин, нынешний зам губернатора, бывший с твоей обязанности министра ЖКХ. И администрацию ждет 100% начистка, то есть как он порезал губернатор всех бывших министров Белыховской команды, то же самое будет, я думаю, всех замов вычистит из администрации города. Но я, в принципе, к этому отношусь положительно, потому что я вижу, что нынешняя администрация, при всем уже Александр Викторович, не справляется. Дороги завал, школу одну построили, которую мы еще в 2013 году начали двигать, это позор. Детских садов не хватает. ЖКХ проблема на проблеме, там сейчас уголовки у нас летят уже и по управляющим компаниям, и дальше будет все. И он не может справиться, потому что у него не хватает компетенции, он кабинетный, понимаете, политик, он ценный политик. Наверное, был бы на месте орговика, а Фридельс области нормальный. А тут живая ситуация. Я осознаюсь, что есть ровно и противоположная точка зрения, о том, что Александр Викторович очень даже на месте здесь. Хотите, скажу. И прям вот хозяйственный хозяйственник, и те же дороги ему тоже вменяют в заслугу. Да, ну посмотрите, вот мы миллиард вкатили, вроде бы дороги сделали, бордюров нет, колодцев нет со стороны. Так они предусмотрены не были. Погодите, ну так вопрос в этом и есть. А кем не были предусмотрены? Представляете. Федеральными. Лодку сделали, а весел не дали. Ну как так? И все говорят, у нас новая такая классная современная лодка. Не на федеральном уровне он составлялся здесь, так что это все вопросы уже... И все говорят, что знаете, от того, что Александр Викторович хороший хозяйственник, это те, которые в нем заинтересованы. Но давайте не будем забывать, вот передача Новоровского, вот этого спортивного центра, которого известного, но он же подписал, без всяких конкурсов, понимаете, втихаря. Это сейчас за человеком ветром-то сдуло, который? Да, да. Это сейчас за социальное. За которого сейчас куча людей и детей там в морозе сидят? Да, да, да. Теплотрассный. Конечно, конечно. То есть, ну, там я фамилии не могу назначить, потому что, знаете, все говорят, мода спорт, а кто стоит за этим? А фамилии-то разные, известных людей. Ну знаете, озвучьте. Ну, хорошо, точно, по слухам, слухи не буду озвучивать. И второй вопрос. Знаменитое колесо обозрения. Ну, Александр Викторович... Вы сейчас не туда показываете, оно в другой стороне. Нет, его хотели здесь, в парке хотели здесь, да. Тогда называлось колесо оборзения. Да, затем парк победы, продажа парка победы, это заслуга Александра Викторовича. Я не верю ему, он говорит, что он независимый человек, ну, как так, а многоэтажки? А многоэтажки? Они строятся и строятся. А где школы, где детские сады, Александр Викторович? Ну, ничего, нет денег. А то, что с бюджетом произошло? В 2013 году мы создали комиссию, еще предранным, Дмитрий Николаевич, понимая, что у нас задница, с ЖКХ. Мы предлагали, сегодня КТК, 100% частная компания, 70% с лишним коммуникаций мы им передали в аренду. А и довело до того, что сегодня наша часть, которая 70 с лишним процентов, примерно 72, она вся изношена на 90%, ну, почти на 90, там, 88. А их часть, они в тарифе, денежки выдаются каждый месяц, жителям заложено. Они свою часть отремонтировали, у них там чуть ли не 92% изношенность. Представляете, то есть они новые, а у нас все старое. И теперь они нам предлагают, говорят, а дайте-ка денег на замещение. А мы предлагали вернуть обратно, чтобы в КТК был, 50% был у городской администрации, в силу того, что у нас 70 с лишним процентов. Что это дает? Примерно экономически КТК из-за того, что она берет тариф, зарабатывает в год, только вслушайтесь, 300-500 миллионов рублей. Эти деньги там, начиная с 2013 года, выводились в офшоры. Почему сейчас и директора КТК, вы слышали, да, его задержали, идет уголовное дело. А вопрос как раз стоит в том, что вот эти 300-500 миллионов, а у нас это как раз сумма, которую мы тратим на отопление детских садов, школ, социальных объектов. И сегодня нам в этом году выкатило КТК 900 миллионов долгов, накопившиеся за три года. И мы сейчас это реструктурируем на три года. А если бы была эта наша компания, мы бы эти 300-500 миллионов дополнительной прибыли спокойненько бы реализовали в этом. Александр Викторович, я об этом говорил с его приходом в декабре 2014 года, но он пришел в декабре 2014 года, три года, слава Богу. И как раз за эти три года он накопил эти 900 миллионов, потому что не вник, депутатов он не слушает. Если вот, знаете, сами с усами ни одного человека нет, который бы во всех вопросах, я тоже не такой. Ну тогда слушай, создавай экспертные советы. Слушай умных людей, которые имеют компетенции в данном направлении. А он рулил сам с усам, ну вот и нарулил. Я считаю, что его ход будет закономерен просто. Ну давайте все-таки с Алексеем Владимировичем пообщаемся. Алексей Владимирович, вы новичок в городе Университет? Да, я впервые был в качестве депутата. Как свои силы чувствуете? Нет, впечатления у меня такие, что, во-первых, я ожидал большего от того, что как бы правильно... Основная пассивность депутатов меня просто удручает. Расшифруйте, пожалуйста. Ну я расшифрую, да, если можно. Я, конечно, не как экспрессия у меня, у Журавлева, но все равно я расшифрую. Первое впечатление просто. Ну вот с одной стороны, да, губернатор был, но да, избрали человека, который вроде бы декларировал, что все будет честно, все будет открыто, прозрачно, но мы же видим, что, как сказать, откуда уши растут и кто за этим. Не случайно присутствовал губернатор, и первый, кого он поздравил, это Крепостнова с победой. Потом Крепостнов отскочил и вручили букет уже Ковалевой. Понимаете, то есть мы уже видим, кто как. И по моему мнению, что... Подождите, кого поздравил-то он с победой? За что Крепостнова-то поздравил с победой? А вот за что поздравил, это уже остается как бы за дверями. Я считаю, что все-таки самостоятельность городской думы будет или не будет, вот это самый главный вопрос. А к Паусу это мнение, она будет или нет? Так вот, по первым же показателям, которые тут все-таки как бы особой самостоятельности не видно. Потому что вот по голосованиям за те же руководители комитетов, то есть тут оппозицию фактически не слушали. То есть то, что было ранее договорено, что вот было, как сказать, сотворено, то это уже вот по высочайшему позволению можно так выразиться. Поэтому это все было видно и не случайно вот в главе города, когда баллотировалось Ковалева, был о связях до этого правительства Белых, как они работали, скажем так, с теми организациями, которые являются сейчас, представляют угрозы для конституционного строя России. — Это что вы имеете? — Да, это и агентство, которое при Госдепе существует, которое сейчас является у нас запрещенной территорией Российской Федерации. И вот те стажировки, которые проходили по линии Министерства финансов, те вопросы, которые, помните, проект Мировой банк, КП и все такое. — Просто накануне была возможность задать Елене Васильевне двое города новоиспеченные вопросы, и вы задали вопрос, то есть усомнились. Вот она ездила на стажировки по линии Госдепа, но она же ответила, что это было все кратковременно, что это все организовывалось Министерством финансов Российской Федерации. Тут никакой подставы, извините, нету. — Погодите, Министерство финансов, вы же понимаете, его все критикуют, кому не лень, как раз за либеральную политику и за связь от Госдепа США, и за привязки к доллару. Поэтому, нет, я с Алексеем полностью согласен, угрозы определенные есть, и он на самом деле... — Ну какая угроза, поясните, поясните, поясните. — Погодите, погодите. — Первый вопрос все-таки это, будут ли самостоятельно вести политику лица, которые сейчас избраны, или же это будет все под контроль. Вот это самый главный вопрос. — Под чьим контролем? — Вот, под чьим контролем. Мы хотим выяснить. Потому что, ну, сами понимаете, что фигуры, когда губернатор посетил и специально привезено заседание, то есть это не просто так, это определенный знак. И о влиянии, и о том, как будет политика в городе проводиться, и как будет она финансироваться, и кто победил в городе реально, и кто реально имеет какие-то возможности для какой-то независимой политики, для проведения какой-то независимой. Понимаете, вот недаром нам удалось объединиться, хотя мы планировали, что все-таки три фракции объединятся. Но ЛДПР, как получилось, она все-таки встала на сторону Единой России и получила и комитет, условно говоря, и определенные другие преференции. — Ну, там зама уничтожили. — Да, и недаром, вот не случайно, потому что, ну, фактически это приход к власти ЛДПР отчасти, ну, по крайней мере, соучастию к власти, потому что сегодня утверждается зам законодательного собрания тоже от ЛДПР. Это не случайный вопрос, это говорит о том, что меняется политическая инфраструктура, меняется ландшафт политический у нас в Кировской области. — То есть вы считаете, что ЛДПР более лояльным становится? — Не только, это фактически она стала соучастником всех этих процессов. Ее пригласили к политическому управлению в городе и в области, и это уже определенный, как бы сказать, звоночек для той же демократии. Вот не случайно вопрос, вот самый злободневный, который задают и приходят люди, что у нас нельзя в городе слово открыто сказать, ну, прямая демократия отсутствует. То есть у нас запрещено на театральной площади проводить какие-то мероприятия под разными предлогами. Всех отсылают или к Степану Халтурину к памятнику, или куда-то на задворке. — Ну, так вы носите на рассмотрение Городома данный вопрос? — Так вот, это одно из первых предложений, которое... — Возможно, это постановление правительства было, или постановление администрации? — Если бы закон был областной администрации, да, сначала постановление было ЗАГС собрания, закон областной, а потом было постановление правительства, которое определило во всех районах определенные места, которые разрешены. И то же самое, да. — Я скажу даже больше. — В городе с этим лапки подняли и даже... — Нет, я скажу больше, инициатором выступила этой законодательной инициативы Городская дума, и конкретно Ирина Геннадьевна Щеголева. Она тогда на Гордуме выступила и сказала, что нам нужна такая, вот такая-то существует опасность. И мы с этой инициативой... Понятно, что большинство проголосовало, там оппозиция проголосовала против, но это было немного голосов, там, может быть, 7-8. А вышли в ОЗС, и ОЗС уже как бы приняло, то есть они сказали, ну, сыграли в такую игру. — Ну, раз город просит, почему же, да? — Да, но я думаю, что как раз и больше волновался-то, я думаю, что господин Быков там за свою судьбу и за протесты, помните, были по Парку Победы, еще вот... — Там это было при Белых, поэтому и Белых волновался тоже сильно, поэтому у них сошлись интересы, это как бы... А при том, вот сегодня, буквально на этой неделе подходили ко мне дольщики, которые, вот столкнувшись с этой проблемой, говорят, что вот в городе совершенно нельзя нечестно, не открыто никакое слово не высказать, ни мнение. То есть все отправляют куда-то на задворки, где не видно, не слышно, никто тебя не увидит, не услышит. Это, я считаю, что это вопиющее, как бы сказать, нарушение форм демократии в городе и, как бы сказать... То есть у нас остается только представительная демократия и все, а прямая демократия... — Но вы депутаты, представители оппозиции в городе, будете поднимать этот вопрос? — Конечно, будем поднимать этот вопрос, я думаю, будем... — Вы знаете, даже вот мне говорили, слушай, Владимир, вот столько раз, хотя я был во фракции, кстати, «Единая Россия», но я был беспартийный, объясню, почему там был... Партию возглавлял Сураев Василий Куприянович, поэтому я и был в «Единой России». — Секретарь. — Дело, не проблема, я не против партии, как некоторые, знаете, я говорю, вот, ты выступил против партии, я не против партии, я против людей, которые ее возглавляют на Кировской земле, я не против Неверова, например, Неверов не нравится. Весь вопрос, ну, кто вот не знаком с политической кухней, это, знаете, это вот технология, это тоже понимание, оппозиция нужна. Залог выживания любой правящей партии — это здоровая и сильная оппозиция. И умные руководители, губернаторы, главы города — это пестуют и поддерживают. И в Европе, например, существовал такой закон, победила вот правящая коалиция, да, оппозиции все дают контроль на органы. Все контрольно, понимая, что это система сдержек и противовесов. Сегодня там партия, ну, я считаю, вот в местном уровне, там, Галина Игоревна, которая занималась... — Буркова. — Буркова, да, возглавляла нас, ну, как-то в печати статья. Мы планируем все взять одно мандатное. Я так вот думаю, Галина Игоревна, ну что, вы хотите свои смерти, понимаете? Кто хочет все, есть же философский, вот закон физики, закон вот уравнения энергии. Кто хочет все, тот не получит ничего. И вот такие люди руководят партией. Если бы пришли люди взвешены, грамотно, да никто бы против Единой России и не был бы, может быть, знаете как. Ведь мы и с Алексеем выступаем, почему последовательно против конкретных лиц, которые под соусом эта программа Единой России продают. Парк Победы. Это программа Единой России, вот эти вокруг оврагов без конкурсов отдать земли. Это программа Единой России, которая вот этот спортивный комплекс построили. Это смешно. Это в интересах конкретных лиц было сделано, при том под очевидным всему городу соусом. Это откровенная коррупция. Если избавиться от таких людей, да, ну мы будем, и мы будем с Единой России работать с такой, с конкретными людьми. — И в городской доме. — Простите, Владимир, у нас сейчас будет небольшая реклама, у нас сейчас будет, кажется, у нас большая часть первого часа уже позади. Давайте все-таки после перерыва сосредоточимся на том, что будем делать, что вы планируете делать, какие, собственно, у вас задачи стоят. Все-таки пять лет впереди шестого созыва Городумы. А проблем, как говорится, немало. Давайте о них поговорим уже после. Моё глубокое убеждение, Городума должна работать одной командой вне зависимости от партийной принадлежности, так как у нас одна цель, одна задача — выполнить наказы избирателей и работать над проблемами, которые поставили перед нами жители нашего города Елены Ковалёва накануне на первом заседании. Городумы, давайте перейдём к работе. Нельзя не согласиться со сказанным? Я думаю, скорее всего, это шаблонная речь, потому что, сами понимаете, это будет уже в конкретных шагах всё выражаться, потому что в связи с изменением, как я уже сказал, политического ландшафта в городе, есть опасность продолжения той политики, которую говорил сейчас мой коллега, о том, что будут все лакомые кусочки, как сказать-то, раз... Они ещё остались в городе? А что ещё у нас лакомые? Как очень много, тем более, мы теряемся. Да, конечно, ещё много, и при том, сами понимаете, вот колесо обозрения, то есть самое страшное... Не-не-не, вы конкретно скажите, к чему готовится? Самое страшное... Подождите, самое страшное — это то, что вот это будут всё идти напролом. То есть вот как колесо обозрения, это уже было оборзение, то есть которое пытались установить в центре города, это было именно против всей общественности. И как это, вот если бы вы видели всю кухню, как это происходило, то есть это такое было сопротивление именно вот этих, которые уже решили для себя этот вопрос. Алексей, просто вспомнил по этой истории фразу человека-инициатора установки этого колеса, насколько я помню, она звучала так. Если я, да, купил себе холодильник себе, да, то я сам решаю, где его ставить, да? Ну, извините меня, вот у нас как холодильник? А, если я сам решаю, где его ставить в моей квартире? Да, городское имущество за бесценок продаёт, а потом город это же имущество выкупает за огромные средства. Как это назвать? По большому-то счёту это реальная коррупция. Понимаете? А пока квалифицируется это... Ну, сами понимаете. Господа депутаты, давайте конструктивы больше. Вот мы всё жалуемся, что с этим делать-то? Что вы-то в силах сделать с опорой на общественность, на избирателей? Давайте по колесу обозрения, которое предполагалось подстроить. Во-первых, конкурс был чётко объявлен. Там было два господина Крепостнов и его зять, да? То есть две фирмы были поставлены. Первый момент. Второй момент. Мы ведь, смотрите, снесли сцену, которая у нас здесь была. А сейчас за 5 миллионов восстанавливаем. Извините меня. И я знаю, что там Дума большой, ну, депутат Единой России фактически не нагласно тогда этот вопрос обсуждался. На фракции приняли, да, нам нужно колесо. Я там один им сказал, давайте, я не против колеса, но давайте колесо построим у цирка. В итоге нет решения там. Ну, не было депутатского, просто мы подняли вопрос, и вопрос обсуждался. Там конкретно господин Перескоков принял решение. Это к вопросу, Александр Викторович, о вашей самостоятельности принятия решений. Вот пришёл Крепостнов, и вы моментально побежали и быстро-быстро сделали решение об этом колесе. Во-первых, это историческая часть. Значит, нельзя проводить митинги, но колесо ставить можно там под окном балкона. Но ведь сыграл здравый смысл. Мало того, ведь Перескокова остановил не здравый смысл, а остановила прокуратура. Мало того, там и, я знаю, служба ФСБ подключилась, сказала, вы что, ребята... А прокуратура и здравый смысл, это, по-моему, там очень... Ну да, да. Нет, она просто волевым условием сказала, непродуманно, и всё. А суть какая? Ребята, поставили колесо, которое без фундамента, потому что нельзя вскрывать землю, рыть. Это площадь центральная, историческая. Там уже два года раскопки, прежде чем какие-то земляные работы вести. Вот. И самое главное, ну вот сейчас террористическая опасность. Вот, ну, не дай бог, конечно, но в Кирове тоже всякое может произойти. Не дай бог, мы город спокойный, мирный, вдалеке от основных событий. Но вот это колесо было подрывать пара пустяков, согласно. Я немножко хотел о другом сказать. И вот эта логика как раз остановила Перескопов. Владимир Владимирович, говори-говори, Олег. Да, задавал вопрос, когда он выдвигался на главу города о том, что... Ну, задавал вопрос, он возглавлял рабочую комиссию как раз по центральному рынку. Да, мы помним, конечно. А процесс оказался о том, что вроде бы априори предприятие, которое не может быть, как сказать-то, бесприбыльным. В городе оказывается бесприбыльным, а потом оно банкротится и получается в частных руках. Но сейчас продает его, например. Да, да, да. И таких предприятий еще в городе, вот как мы говорили, много. Той же гор, электросвязь, водоканал. Это же, понимаете, при этом предприятие искусственно банкротится и доводится до такого состояния, что при том это под городским управлением, это предприятия, которые должны приносить доходы, а не приносят доходы, но только в чьи карманы, для кого. Вот эти все аффилированные какие-то структуры, аффилированные интересы, по моему мнению, это просто очень, как бы сказать, серьезная проблема, которую в городе надо не только вот сейчас поднимать и общественное мнение подключать, а поднимать для того, чтобы решать в интересах горожан, не просто декларировать, что мы будем работать в интересах горожан, а именно решать эти конкретные вопросы, чтобы была польза всем кировчанам. Так, 4 минуты до конца первого часа. Давайте точно обозначим конкретные такие точки болевые, на которые вы будете держать руку на пульсе, продолжать контролировать. Первое, думаю, что... Какие интересы будете отстаивать? Люди некоторые, представители финансовых групп определенных, все их знают, они нацелились на приватизацию по дешевой цене центрального рынка, гор электросети, гор электросети, лакомый кусок. И сыграет вот то, что сказал Алексей, вот игра такая АТП, знаете, да? Знаете, что там большой кредит взяли порядка где-то около 300 миллионов на новые автобусы в одном из банков, хлынов банки взяли. Казалось бы, хорошо. Я предполагаю, это знаете, какая многоходовка, оно уже в долгах, наше ЖТП, да? То, вероятно, все, кредит-то будет сложно отдать. Да, сложно отдать, но придется, и поэтому, я думаю, вот за 300 миллионов дали кредит, и потом город обязан общественный транспорт поддерживать. Я думаю, миллионов за 400, за 500 попытаются городу это обратно отдать. Вот суть заработка. Я просто это предполагаю. Я хочу акцентировать момент на том, что у нас сфера СКХ сейчас... А депутаты это как-то могут остановить? Я хочу сказать, вы знаете, так-то за этим следят правоохранители и ФСБШ. Это же не моя информация. Люди там, люди смотрят, эти разговоры идут. Те люди, которые готовились к этому, они же все по телефону говорят. Мы как раз говорим о том, что могут сделать депутаты, что будут делать депутаты. Вот я вам можно несколько слов скажу? Я вот считаю, что сейчас надо обратить очень большое внимание на сферу ЖКХ, потому что сейчас вот городская сфера ЖКХ – это кормушка для незаконного обогащения многих лиц. И даже не только многих лиц, а вы знаете проблему, когда у нас огромные средства... А схему, чтобы мы понимали, что уходят в другой регион, понимаете, они должны вкладываться в развитие той же инфраструктуры. Это вы имеете в виду, что мы оплачиваем квитанции, где указаны координаты банка далеко-далеко от нашего... Да, в другие регионы средства уходят, они не вкладываются в наш депутат. Вы считаете, что мы должны платить, собственно, не выходя за пределы? Понимаете, там все очень сложно, потому что я говорю, что надо разбираться в этой проблеме, потому что существует очень много компаний, которые вот однодневки, условно говоря, ну не один день, но все равно, взяли куш, исчезли, взяли куш, исчезли. Тут порядок совершенно не наведен. Много в тарифах строк, которые не должны брать, они просто дополнительно дублируются, и средства эти незаконно изымаются из карманов горожан. И много таких вот компаний, которые мы сейчас как раз, ну вы знаете, что книгу написали, КПРФ. О коррупции, да. Да, о коррупции вышло, сейчас готовится следующее. Именно вот эти все вопросы будут подниматься, при том это на городском уровне. Вот момент, который я хотел сказать по Ковалевой, когда мы вскрыли бюллетени, слышали эту информацию. Ну повторите, пожалуйста. 2D, когда были, то есть фальшивые бюллетени были напечатаны. По моему мнению, просто это вот как раз, это незаконный приход к власти. Это тоже проблема будет разбираться. К сожалению, у нас тоже оказалось очень много таких предательств, когда особое мнение сначала вроде прикрепили, потом наши представители отказались. Но, видать, их тоже купили. То есть, тоже вот проблемы как в областной, так и в городской думе. Понимаете? Ну, власть действующая беспордонно давит. Поэтому эти все моменты очень серьезные. Их надо, понимаете, это нарушение закона, конституционного строя. Это все вопросы надо сейчас поднимать. Любые подозрения, даже высших лиц городских, которых мы сейчас избираем, которые якобы одно декларируют, на самом деле, как бы сказать, имеют какие-то, как сказать, ну, пушку, условно говоря. Все это надо... С камнем за пазухой. Все-таки, понимаете, я говорю о самостоятельности. То есть, самостоятельно ли эти будут люди проводить политику? Или же они будут, как с оглядкой на кого-то? Понимаете, вот то, что мой первый день пленарный показал, что там не прослеживается самостоятельность. Там есть люди, которые... Слово которых сразу, как сказать, ставит на место. И тех, которые пытаются что-то там свое провести или сказать. То есть, все заранее говорено, все заранее согласовано, идет, как бы, внешнее управление, условно говоря. Все это не место для дискуссий. Да, это вот продолжается еще с тех пор, как был градоначальником у нас генерал. А сейчас это все может быть очень-очень опасно, потому что люди пришли, которые уже без, как бы сказать, без таких военных дисциплинных вопросов дисциплины... Нет, это было нехорошо, понимаете, но в некоторых моментах это было предсказуемо. А сейчас пришли люди, которые предсказать очень сложно, понимаете. Как поведут, кого поставят на главу администрации, это будет очень... Так вот вы их и тыкаете, вы их уголите, их формируете, их лепите. Сейчас осталось больше, чтобы красный ты мал. Только трибуна, больше ничего. Гордома это как трибуна, это выражать мнение горожан, кировчан. Потому что видно, что уже сейчас беспредел является, как бы сказать, по моему мнению, очень прогнозируемым явлением в городе Киры. Потому что не секрет, когда приезжают в гости, сразу говорят, точная застройка, значит город коррумпированный. Дороги, лоскутное одеяло, город коррумпированный. Не знаю, то, что нам сделали к выборам с первым снегом, как говорится весной, сойдет, как, как сказать, змеи на коже или останется. Это еще вопрос. Но сами понимаете, уже моменты, как и выборы закончились, и работы вроде бы сильно не активизируются в этом направлении, хотя обещано было много. И продолжается декларация, декларация, декларация. Так, нам пора передавать слово нашим коллегам, новостникам. Впереди у нас новости, тематические программы. На этом первый час дневного разворота заканчивается. Мы продолжим нашу беседу с депутатами Кировской гордумы. Очень скоро не прощаемся. Продолжение следует...